Добро пожаловать на наш канал! Сегодня готовим энергетические фитнес-батончики. Для приготовления вам понадобятся такие компоненты. Залейте сухофрукты кипятком и дайте настояться несколько минут, пока вы готовите остальные компоненты. Овсяные хлопья, периодически помешивая, обжарьте в духовке 5-10 минут при температуре 180 градусов до золотистого цвета и появления аромата. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выстелите бумагой для запекания. Смажьте бумагу тонким слоем растительного масла. Соедините сухие компоненты, поджаренные овсяные хлопья, щепотку соли, семена льна и кунжута. Добавьте специи. Я добавляю молотую корицу и мускатный орех. Тщательно все перемешайте. По желанию, для придания батончикам шоколадного вкуса, также добавьте 1 чайную ложку натурального молотого кофе и порошок какао. Нарежьте бананы небольшими кусочками, а затем разомните вилкой или измельчите в блендере. Для приготовления батончиков по возможности выбирайте спелые и сладкие бананы. Если бананы не сладкие, можно добавить мед, сахар или сахарозаменитель по вкусу. К получившемуся банановому пюре добавьте растительное масло и тщательно все перемешайте. Добавьте сухие компоненты к жидким. Добавляйте овсяные хлопья постепенно, небольшими порциями. Перемешивайте и следите за консистенцией смеси. Когда масса станет вязкой и плотной, готово. Добавьте разрыхлитель и 2-3 столовые ложки любых сухофруктов, орехов или других добавок по вкусу. Я добавляю по 1 столовой ложке изюма, вяленой клюквы и шоколадных капель. Тщательно все перемешайте. Выложите смесь в форму, разровняйте и плотно утрамбуйте ложкой или толкушкой для картофеля. Поместите подготовленную смесь в разогретую до 175 градусов духовку и выпекайте 15 минут до золотистого цвета, а затем полностью охладите. Когда смесь остынет, извлеките ее из формы и острым ножом разрежьте на порционные кусочки. По желанию можно также растопить 2-3 кусочка белого шоколада и дополнительно украсить батончики. Фитнес-батончики готовы! Приятного аппетита!